здравствуйте мои дорогие рукодельницы гости и подписчики моего канала сегодня у меня небольшое видео я хочу показать вам как я оформляла в открытку свою вышивку снеговичок вышивку эту я делала в рамках совместного проекта подарить детям рукодельное счастье это открыточка готовая поедет к юли рукодельный в курск ну и поскольку девочки меня на youtube уже просили показать именно процесс оформления в частности юлию ленька она просила показать как я буду оформлять эту вышивку я решил этот процесс снять на видео не могу назвать это мастер-классом поскольку впервые выполняю такую работу но надеюсь что я с этим справлюсь и кому-то возможно будет интересно как это делалось и так для открытки я взяла набор это готовый набор открытки паспарту в него входит непосредственно сама открытка заготовка открытки размером 14 на 20 сантиметров и конверт для нее размер вырубки в открытки 10 на 16 сантиметров то есть моя вышивка мой снеговичок размером 10 на 10 он идеально вписывался в эту вырубку и дальше у меня такие декоративные моменты которые я хотела к этой вышивке приложить то есть кружево декоративные шнуры рассматривала всевозможные варианты ну а что из этого получилось и вы посмотрите в конце этого видео для начала нужно подготовить было саму заготовку дело в том что вышивка у меня на белой канве а заготовка для открытки зеленоватого цвета принципе я умышленно выбрала именно такой цвет потому что он сочетается с еловой шишечкой и с еловой веткой точнее снеговичка из его кафтанчиком но мне не хотелось чтобы это зеленая основа светила через белую канву и поэтому для начала нижнюю часть открытки я проклеила белой бумагой это обычная бумага для принтера вырезала по контуру сверила размеры так чтобы у меня этот лист не мешался при открывании закрывания затем наклеила его на обычный канцелярский клеящий карандаш и получила белую тыльную сторону на которой вышивка выглядит уже более аккуратно ничего не светит все гораздо более симпатично вот такая заготовка у меня получилось и я решила внутреннюю сторону вырубки сверху и снизу украсить еще кружевом взяла два отрезочка и мне их нужно было прикрепить я выбрала для этого обычный клей момент кристалл который не оставляет следов и прекрасно крепит такие элементы ну и конечно мне нужно было обрезать саму вышивку таким образом чтобы она умещалась в вырубку я измерила ширину открытки нашла середину вышивки и примерно отметила для себя то расстояние которое у меня остается сверилась по заготовке да у меня действительно получалось что снеговичок полностью помещается вырубку и дальше я уже обрезала канву убедившись в том что у меня вышивка и не выпадет из заготовки и не будет мешаться в ней то есть не останется никаких лишних полей еще раз убедилась в том что вышивка у меня помещается все прекрасно все элементы видны снегирь у меня не задет снеговичок тоже ровно посередине получается и приступила к украшению непосредственно самой заготовки с помощью клея момент кристалл я приклеила кружева очень очень тонким слоем аккуратненько прошлась единственное что вызывало небольшое затруднение это то что открытка постоянно выгибалась я боялась что деформируется кружева и потом будет в общем то все не очень ровно но все получилось довольно неплохо кружева я наклеила и подождала минут 20 наверное пока она полностью просохнет и заготовочка будет готова к дальнейшей работе дальше я воспользовалась двусторонним скотчем поскольку скотч у меня был широкий то отмерив нужное нужную длину я его разрезала на две части таким образом одного отрезка скотча мне хватало как раз на две стороны открытки скотч я постаралась закрепить максимально плотно особенно прошлась хорошо по тем местам где было кружева для того чтобы потом в процессе дальнейшего оформления ничего не отошло думаю что с таким же успехом можно не пользоваться двухсторонним скотчем а можно было продолжить наверное пользоваться клеем момент кристалл но я вот выбрала вот такой путь и так все четыре стороны открытки я обклеила скотчем хорошенько его прикрепила на одну сторону затем сняла липкий слой и аккуратно совместив открытку с вышивкой собственно и наклеила вышивку на внутреннюю сторону открытки хорошенько еще раз все это прижала убедилась в том что ничего у меня нигде не выступает ну и могу сказать дополнительно что в последующем по периметру еще раз прошлась клеем момент кристалл для того чтобы закрывающая вот эта сплошная сторона открытки ненароком при случае не отклеилась и вот увидите перед собой первичный вариант того как я украсила изначально я хотела украсить еще декоративным шнуром золотистым но потом что-то я передумала и решила что золото будет перебор поэтому я воспользовалась декоративными наклейками и в последующем внутри на разворот открыточки прикрепила еще и кружево такое же как у меня было на лицевой стороне вот такая получилась у меня открытка думаю что это замечательный вариант для новогоднего подарка надеюсь что она принесет своим владельцам приятные эмоции а на этом я сегодняшнее видео заканчиваю большое спасибо что вы были вместе со мной что посмотрели это видео и до встречи на просторах рукодельного youtube